Позади долгий напряженный учебный год, впереди беззаботное лето, а между этими двумя этапами каждодневный упорный труд. Влада Литвинцева с отличием окончила 9 класс и получила аттестат особого образца, в котором только одни пятерки. Так высоко оценили знания девочки педагоги Забайкальского центра специального образования и развития «Открытый мир», где учатся дети с ограниченными по здоровью возможностями. Там же училась и Влада, причем все эти годы девочка училась дистанционно. Для центра это привычная форма обучения. Многие дети со сложностями по здоровью изучают школьную программу онлайн. Встаю очень рано. И сразу за учебники? Ну, такой уж у меня характер, что да. Больше всего я отдаю предпочтение гуманитарным наукам. Меня вело двое учителей иностранной языки. И они очень часто отправляли меня на самые престижные, можно сказать, олимпиады. И в результате вот эта папочка из 50 грамот, да? Да. Ну и в результате стаиний, как говорят мои педагоги. В результате капотливого труда. Владе 17 лет. За годы учебы у нее накопилась внушительная папка благодарственных писем и грамот. Говорит, их больше 50. И все за отличную учебу, за участие в конкурсах и олимпиадах. Ее день расписан по минутам. Да и не любит она просто так слоняться по дому. Даже в свободное от учебы время с книгой не расстается. Для нее лучший друг – это книга. Как-то была ситуация, что перед каким-то праздником я ей задала вопрос. Влада, что тебе подарить? Она мне ответила так, вы знаете, банальная такая фраза. Мама, у меня все есть. Я ни в чем не нуждаюсь. Мне не хватает только друзей. Вот такая фраза. И естественно, вот как вот я отреагировала на это, как бы так пронзила до боли. Что вот не хватает ей, конечно, друзей. Лучше друзья книги. И вот Боня у нее есть кошка. И хотя учится Влада дистанционно, педагог Юлия Глазунова всегда рядом, всегда готова помочь и подсказать. Мы всех своих детей знаем, поддерживаем всегда с ними связь, поддерживаем связь с родителями. Вообще вот хочется отметить, что родители играют очень важную роль в дистанционном обучении. Они нам очень помогают. То есть это процесс организации обучения. Ну, когда вот только ребенок приступает к обучению в дистанционной форме. Это, конечно же, большая услуга родителей, когда они вот контролируют этот процесс. Также откликаются на все наши просьбы. Участвуют в мероприятиях, в олимпиадах. Участвуют как всероссийского, так и международного уровня. Мы всегда радуемся за успехи наших детей, когда они достигают вот такого уровня. И это гордость, это гордость нашего центра. У нас редко бывают дети, которые получают аттестат особого образца. Вот в этом году Влада получил у нас аттестат особого образца. И мальчик в 11 классе закончил школу с золотой медалью. Также получил медаль «Гордость за Байкаль». И мы, конечно, ими очень гордимся. Владе еще предстоит выбрать свою будущую профессию. Возможно, она будет связана со знанием языков, которые, кстати, даются ей очень легко. Все зависит от нее самой, как она решит. Конечно, сейчас на первом плане у нас поправить здоровье, немножко восстановиться. А там, конечно, захочет учиться дальше, мы только за. Хотя для нас, папа, важнее всего это ее здоровье. А пока у Влады жажда знаний. Мир открыт для нее. У всех детей вот есть какие-то нелюбимые предметы? У тебя нет такого или есть все-таки? Вы знаете, скорее всего, нет. Потому что я очень люблю учиться.